хоба привет с вами доктор влад я хотел 2 ролик писать знаете какой насчет кезельгура вот этого диатомита и хотел писать там в студии в своей ну жена что-то спит ну в общем не мудрено время еще 8 часов нету вот и я думаю я здесь запишу никакой разницы значит неделю назад я показывал вам всем что я купил этот препарат заказал вот рассказывал что это такое еще какой-то мужчина тоже купил буквально на следующий день такой обрадованный мне сообщил посмотрим что у него вот я скажу что у меня неделя прошла каждый день я по чайной ложечке пил вот и вот я прямо сейчас по прошлому ролику по своему по статье сейчас и пройдусь значит что со мной произошло вот ну для начала значит тут у меня в статье я прям по статье что такое диатомит ну такой порошок но он очень такой пыльный как бы да вот и наверное лучше размешивать его в стаканчике а потом пить вот он не раствориться там муть такая будет ну я чё-то как-то чайную ложечку проглатываю все вот и я уже на второй день говорил что как странно у меня обычно стул там через два через три дня а тут каждый день ну смысле вот неожиданно да вот и вот тут как раз и пишут что диатомит он регулирует тишечник очистка жкт желудочно-тишечного тракта вот но неделя прошла ребят стул каждый день до каждый день вот от этого диатомита я вообще сегодня хочу начать чуть чуть побольше принимать там целый мешок вот такой и когда его выпью вот наверное буду побольше немножко принимать и смотреть что дальше вот значит да стул действительно ну знаете это это сложный вопрос если у нас токсины нет ли у нас токсинов вот но во всяком случае что кишечника опорожняется так с такой регулярностью это это уже хорошо тем более для моих сверстников которые мучаются запорами я запорами не мучаюсь а просто очень мало ем и поэтому так вот у меня стул получается не часто вот дальше значит ну вот тут улучшение здоровья костей ну не знаю это скорее всего совпало я в это что-то не верю у меня я тут мизинец раздолбил на левой ноге знаете как говорят для чего нужны мизинцы на ногах человеку чтобы проверять мебель на месте или нет я вот тут одну мебель проверил у меня жутко болело но это было давно боль сохранялась в общем то ну месяц наверное больше на на полтора я ее чувствовал вот когда купил этот кизель гур а вот час недельку попил да что-то боль прошла вот не чувствую я этого мизинца и все может быть совпадение может быть нет я вот с вами откровенно делюсь как и что ну насчет ногтей и волос ну в общем ничего наверно не могу сказать да пожалуй что ничего ну рано наверное еще да вот что тут еще в воздействии на здоровье костей я смотрю вот по своему прошлому ролику по статье воздействию на то вот интересный момент снижение уровня холестерина да это с просто совпало так случайно я как раз на этой неделе вот измерял давление измерял не давление а холестерин вот вы только начал пить измерил этот холестерин обычно он у меня в пограничной зоне ну так нормально ничего мне не назначают против холестерина а если назначать это не пью ну в данный момент в данном случае не назначали но он у меня сейчас не в пограничной зоне а просто нормальный опять-таки я не знаю совпадение это или нет я просто рассказываю как есть действительно измерял не измерял осмотрел свою кровь вот случайно я это у меня бывает раз в два года я не так часто хожу к своему врачу просто чтобы отметиться чтобы меня не забыли вот ну вот я схожу к ней в следующую среду пускай на меня посмотрит в эту среду не получилось так и значит вот с холестерином да ну тут дальше вот идет безопасность диатомита но ну естественно что он безопасен как применять по чайной лошади 1.3 вот я буду побольше принимать но это вот со статьей закончил самое интересное что ребята это чисто субъективно вот чисто субъективно что-то у меня цепляется я лучше сейчас стал чувствовать это как-то ну как-то веселее что ли бодрее опять не знаю может быть это весна может быть еще что-то вот ну вот я просто обратил я за собой очень внимательно слежу постоянно вот и у меня какое-то такое радостное какое-то ощущение может быть это диатомит может быть нет я вам рассказываю что со мной происходит но в любом случае сто процентов я буду продолжать его принимать плохого мне с него ничего нету вот кстати вот этот самый регулярный стул он нормальный стол он он не жидкий ничего это просто нормальный хороший стул вот и он мне нравится вот и я его буду вот эти древние остатки останки каких-то растений я его буду продолжать принимать обязательно вот и посмотрим но я может быть так чистить не буду ну интересного наверное вот на следующий день через неделю вот что будет дальше но может там через месяц два полгода и так далее вот и то что у меня я никак не менял свой режим питание ну вообще вот поведение свое но в частности питание вот но у меня за эту неделю как-то где-то незаметно фунт ушел поменьше немножко ну где-то грамм 350 вот так вот да я ничего не менял но вот эти 350 грамм ну вроде за неделю это не так много ну так посмотрим что будет дальше я говорю что я не менял режим даже физкультуры своей хотя вот мне тут один товарищ намекнул что мол доктор ты давай там со штангой то я правда забыл про это дело что-то закрутился завертелся вот ролики тут всякие мои эти радио микрофоны время же уходит вот и мне что-то прям сильно захотелось позаниматься железом вот и может быть мы позанимаемся вместе с вами ну железом еще какими-то упражнениями у меня тут видите вот полно всего ну ближе к лету покрутим хула-хуп ну и так далее ночью как-то так вот мои первые результаты через неделю я вам так сказать докладываю доктор влад благополучно первую неделю провел с этим кизельгуром всего хорошего до свидания с вами был доктор влад как вы это уже поняли до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...